Добрый вечер! В эфире «Вопрос с пристрастием» в студии Вадим Родионов. Сегодня у нас в гостях политолог и, как он сам себя называет, специалист по демонтажу американского влияния на постсоветском пространстве, Эйнар Грауденч. Эйнар Грауденч окончил Ярославское высшее военное ордено Красной Звезды в финансовое училище имени генерала армии Андрея Хрулева. В 10 лет ходил в погонах, служил в Советской армии, а потом в Латвийской. Работал в Министерстве обороны Латвии, попал под сокращением. В настоящий момент занимается публицистикой, специализируется на экономических темах. Один из учредителей Конгресса Неградных. Добрый вечер, Господин Грауденч. Добрый вечер, уже метели зрители. Все, которые нас сегодня и прямо сейчас слышат и видят. Спасибо, что пришли в нашу студию. Итак, в одном из интервью вы назвали себя специалистом по устранению американского влияния на постсоветском пространстве. Давайте, может быть, поясним, что это значит, каким образом вы устраняете это влияние и есть ли оно. Я консультирую определенные политические силы бывших в Советских республиках, недавно был конкретно в Грузии, по, скажем так, демонтажу той политической ситуации, которая приводит страны или тупик, или приводит гражданским войнам. Ну, а какая связь с Америкой? С Америкой связь очень простая. С Америкой связь очень простая. Большинство советских республик начинает так вот тоже самое Грузии. Естественно, это все три балтийские государства. Политические, политические и внешние политики действованы и завязаны на Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. То есть, они определяют внешние политики этих государств, но экономически эти страны завязаны или на постсоветском пространстве СНГ, или, соответственно, с Европейским Союзом, как прибалтийское государство. То есть, политика отдельная, экономика отдельная. То есть, здесь образуется парадоксальная ситуация, которой нигде в мире, в другом месте нет, да, когда внешняя политика, вроде независимых государств, я говорю, вроде независимых государств, определяет одна страна, которая находится далеко за океаном, а экономику определяет совершенно другие страны, которые находятся в совершенно другом континенте. Это абсурд, это абсурд, потому что национальное правительство не определяет ни экономику, ни политику. Может, вы преувеличиваете? Нет, я не преувеличиваю. Но как это выглядит на практике? Вот как Соединенные Штаты Америки определяют нашу политику? На практике это выглядит так, я могу с эссею ответственности заверить, что в том числе конкретно Латвийской Республике, я не говорю о той же самой Грузии, да, где министром зарплату платил Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Это доказанный факт или это предположение? Понимаете, я очень сомневаюсь, что мы найдем документ, где четко будет это все расписано, да, понимаете, это политические негласные договоренности, они гораздо сильнее тех договоренностей, которые ставятся на бумаге. Но вы можете это доказать? То, что грузинское правительство во времена Саакашвили зарплату платили Соединенные Штаты Америки, это не то, что можно доказать, это доказанный факт. Кем? Вы сами сказали о том, что документов нет. Это доказанный факт, это доказанный факт, это признали сами американцы. Понимаете, это американцы сами признали. Было заявление Госдепа или это журналистское заявление? При работе, потому что могут решиться работу. Получается следующая схема. У нас каждое правительство по персоналям утверждает, ну скажем так, слово не утверждает, рекомендует или согласует, согласуется с послом Соединенных Штатов Америки, Латвии. Я знаю конкретных людей, которые не стали министрами в наших правительствах только потому, что посол Соединенных Штатов Латвии сказал, что он не желает эту личность видеть в составе Кабинета Министров. Вы фамилии можете назвать? Кто эти люди? Нет, я это называть не буду, потому что это касается третьих лиц и они могут понести, соответственно, определенные, скажем так, могут получить ущерб в будущем в своих политических карьерах, потому что эти люди до сих пор еще работают в политике. Но они отлично понимают, что они никогда не будут министрами. Но эти люди представляют правящие коалиционные партии? В том числе да. В том числе да. Был вариант, связанный с одним человеком, который представлял правящую партию. Но был один нюанс, который очень не понравился посолу Соединенных Штатов Америки тогда. Что это за нюанс? Если мы не называем фамилии, то о нюансах, наверное, можно сказать. Этот нюанс тогда был конкретно связан, скажем так, его можно было ассоциировать с вопросом антисемитизма. Какую деятельность, на ваш взгляд, посольство США и Госдепартамент США ведут в Латвии? Зачем им нужна наша страна? Наша страна как такая? И мне нужна вообще. Потому что наша страна не в политическом, мировой политике, геополитике, экономической политике. Она, соответственно, даже не нулевой процент. Это какой-то, я не знаю, ноли, еще десять нолей и так далее. Но есть другая вещь. Мы являемся внешней границей Европейского Союза. Мы являемся внешней границей НАТО. Мы являемся внешней границей Шенгенской зоны. И все эти три аспекта граничат с Российской Федерацией. И что дает этот факт? Ну, границей. И так далее. У них была всегда одна цель. Уничтожить Советский Союз. Сегодня это Россия. Это можно назвать как угодно. Но это территория, которая фактически владела когда-то одной шестой частью мира. Сегодня это не меньше. Но она владеет огромными природными ресурсами. Она владеет огромной территорией. И она на самом деле, если мы смотрим в мировом контексте, она довольно хороший покупатель. То есть, там довольно хорошие платежеспособности у этой страны. И хороший торговый баланс. Они никому ничего не должны. Это вы говорите о России? О России, конечно. Как вы думаете, для Соединенных Штатов Америки, которые считают себе роль, скажем так, носителя демократии, а я называю это мировой жандарм, да, у них нужна Россия. Они никогда, никогда еще с времен, с времен Второй мировой войны, Второй мировой войны, у них всегда была одна геополитическая цель. Эту страну расчленить и уничтожить. Потому что, если мы посмотрим назад историю, есть факт, который, скажем так, возможно, большинство даже историков не знает, но он есть. Это 100% есть. Это тоже, это доказано абсолютно историческими документами. Когда начала происходить сдача немецких войск в плен, соответственно, капитуляции. Во время Второй мировой войны. Да, во время Второй мировой войны, по окончанию Второй мировой войны, то те дивизии, которые сдавались так называемым союзникам, то есть англо-французско-американским войскам, они частично даже не были разоружены, понимаете? Они были оставлены при оружии. Потому что уже тогда Соединенные Штаты и Объединенное Королевство думало о том, что эту дивизию можно будет повернуть против Советского Союза, потому что будет новая война. Начиналась Холодная война, это известный факт. Это еще раньше Холодной войны, еще не было знаменитой речи Черчилля Фултона, когда американцы уже думали о том, что начинать войну с Советским Союзом. Хорошо, но тем не менее, что... И Латвия, в всем этом контексте, это не мое вержение, если не ошибаюсь, сказал в свое время Альфред Петрович Рубикс, умнейший человек. Территория Латвии, это для Америки непотопляемый авианосец по отношению России. Хорошо, на практике, вот что, это небольшая приграничная территория, какую функцию она может выполнять в этом глобальном противостоянии суперкоржей? В глобальном противостоянии она выполняет функции военные, выполняет функции политическую. А военную в каком смысле? Здесь могут возникнуть базы НАТО или что? Они не могут возникнуть, но так они есть. И о чем? Где? Давайте посмотрим военный аспект. У нас построен идеальнейший и достроен уже аэродром Лилвадда. Лилвадда, как вы думаете, для чего он построен? Который может принимать, кстати, фактически любые военные самолеты. Вы знаете, сколько от Лилвадда лететь до Москвы и лететь до Санкт-Петербурга? Сколько? Это фактически несколько минут. То есть, вы считаете, что это уже такой базы НАТО, которая направлена, в отношении России? Ну, естественно. Ну, а кому же еще? Ну, не же против Истонии, не против Швеции же, да? Ну, мало ли. Второй аспект. У нас еще с времен Советского Союза была очень сильная военно-морская база в Болдырай. Это, кстати, вообще был закрытой территорией, да? В том числе, там находилась школа, где готовили подводные экипажи для третьих стран, как в Сирии, Индии и так далее, да? Там тоже все восстановлено. Кстати, эта болдырайская военная база может принимать подводный лодк с ядерным оружием на борту. Это же никому не секрет, это все знают. Как вы думаете, для чего сделан локатор в Аудринях? Для того, чтобы подсчитать, сколько какие птицы улетают, куда, в какую сторону? Это же работает, дома, в сторону только в направлении Москвы, международный локатор. Не работает же в сторону Венспилса, будем реалистами. То есть, это военные составляющие. И здесь не обязательно, не обязательно, сегодня надо разместить гарнизон, скажем, адыжек, там где-то тысячи американских военнослужащих. Достаточно такими стратегическими объектами, которых можно использовать любой момент, любую минуту. Это военная составляющая. Соответственно, то, что касается геополитической составляющей, при этой большой игре, который, скажем так, один из ведущих американских геополитиков, Бжежинский, да, который написал свою знаменитую книгу, «Великая шахматная доска», да, есть проблемы, которые касаются отношения Китая, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Королевства и, естественно, Российской Федерации. Это, в основном, все связано с энергоносителем, с нефтью и всем остальным, всем прочим, да. То есть, где, кто, как имеет влияние. Не всегда Америке выгодно, выгодно напрямую Российской Федерации, скажем так, ну, в обыкновенном жаргоне, наехать или им начинать хамить. Потому что игроки одинаковые. И для этого существуют Латвии, которые сказали, Латвии, сейчас надо немножко погавкать, мы гавкаем. Потом говорят, все, хватит гавкать. То есть, это такой раздражитель, да? Конечно, это фактор раздражения, естественно. Это то же самое, это то же самое. Вот и сразу беру обыкновенные параллели, исходя из того, я говорю, что недавно был в Грузии, как эксперт от Балтийских государств, участвовал по приглашению одного международного фонда. Значит, чем было связано нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года? Думаете, что Грузия реально хотела там воевать и у Саакашвили, на самом деле, несмотря на то, что он там галстук и есть и все остальное, все прочее, да, то есть парни психика и непорядки, что у них была самих, пришла мисль, голову, что можно ракетами бить по жилым кварталам Схенвалы? Да, конечно, нет. А зачем это? А зачем? Я так предполагаю, что вы сейчас навлекаете на то, что это было в США. Зачем? Очень просто. Сегодня, понимаете, что проверить боеспособность какой армии, какой-нибудь государства, я вам как бывший военный специалист, говорю, как бывший офицер, всегда нужен или локальный конфликт, а вообще лучше война. На сегодняшний день, в 21 веке, это в основном локальный конфликт, потому что война никому не нужна. Значит, что делается? Американцы дают гарантии Саакашвилы, что давайте немножко постреляем, мы тебе прикроем, в случае чего. Но им, для чего это надо было, американцам? Им надо было увидеть, как реагирует Россия на такой военно-политический визу в Кавказском регионе. А Кавказский регион, это всегда бомба замедленного действия. То есть, это была такая осознанная американская провокация. Естественно, это однозначно. Всем сегодня понятно. И, соответственно, что было сделано? Они дали гарантии, гарантии Саакашвилы. Саакашвилы ударил, ударил вооруженными силами по жилым кварталам Цхинвалы, ударил по российским миротворцам, нарушая, кстати, между прочим, полностью любые международные правила, любые правила Организации Объединенных Наций, кстати. Били жертвы. Россия достойно ответила, хотя с опозданием, но достойно ответила. И она показала, что она не даст, скажем так, себе делать на голову в Кавказском регионе. Американцы это поняли. И Саакашвилы сказали, все, прекращаем все эти дела. Плюс Грузия нанесла очень сильные, очень сильные военные поражения. То есть, скажем так, оскорбительные военные поражения. Но Саакашвилы, ну, просто кинут со стороны американцев. Как они делали всегда с теми, кто на них работал. Вспомним, соответственно, Мубарака в Египте. Он 25 лет работал на Соединенных Штатах Америки. Вспомним Хусейна, который, кстати, свое время, когда была война между Ираком и Ираном, и когда был так называемый кризис заложников, связанный с техиранским посольством. 1979 год. 1979 год, да. Кого же поддержал Хусейн? Хусейн поддержал... Вообще, Хусейн тогда работал на Центральной разведывательной управлении. Но можно еще вспомнить Усаму Бен Ладену. Усама Бен Ладен, это... Усама Бен Ладен, Усама Бен Ладен, это ребенок Центрального разведывательного управления. Реально. Потому что через него шли поставки стингеров в свое время. Афганистан. То есть, американцы, американцы своих, то, что они считают своих, да, хотя есть эта знаменитая поговорка, что, скажем, он, да, он там, типа, сволочь, но это... Нет, он сукин сын, но это наш сукин сын, как говорили в свое время американцы. Да нет, они всегда... Человек или политик, или целая политическая система государства, если им становится геополитическая игре ненужной, она просто выкидывается, как использованный презентив. Это стандартная схема Америки. У них нет другой политики. Но они это могут позволить, потому что у них самый сильный вооруженный сил в мире сегодня, самый большой военный бюджет в мире, и, соответственно, вся система НАТО, весь блок НАТО, да, неужели, скажем, вы думаете, что там НАТО что-то определяет, Бельгия, или Люксембург, или все какие-то страны, да? Ну, естественно, что там определяют Соединенные Штаты Америки. Посмотрите, кстати, между прочим, кто занимает ведущий, командующий должности во всей их иерархии НАТО. Американский генерал. Естественно. Как вы считаете, возможен ли открытый военный конфликт между НАТО и каким-нибудь азиатским блоком, Россией, Китаем и так далее? Вот насколько реальна эта перспектива? Реальная перспектива? То есть, глобальная война в современном мире возможна? Глобальная война в современном мире, в современном мире, это мое глубокое убеждение, невозможно, потому что люди, которые сидят на совершенно разных сторонах стола, вокруг, но они все равно сидят вокруг, да? Они отлично понимают, что они погибнут все, потому что ядерное оружие накоплено столько, что применение любой страны ядерного оружия, а мировая война это применение ядерного оружия, и оружие массового поражения по-другому подоступить не может, да? Это приведет к гибели человечества. Поэтому, соответственно, разработаны совершенно другие технологии, совершенно другие сценарии, и эти сценарии, одну из этих технологий, мы несколько лет подряд-подряд наблюдаем, который назывался оранжевая революция, кедровая революция, революция роз, революция тюльпанов, и еще разного рода, скажем, растений, да? То есть, провоцируется внутренняя политическая ситуация, в основном используется, кстати, молодежь, неопытная, то есть студенческие массы, или используется просто наемник, скажем, то же самое, как кризис Ливии, когда был убит, просто зверски убит, кадафф, да? Был использованный наемник из разных африканских стран. То есть, эти технологии отработаны, отработаны, и они, они дают очень эффективный результат. Скажем так, еще один аспект, как можно работать и победить целую страну, скажем, не тратя большие деньги, и не тратя людские ресурсы, потому что американцы все-таки своих людей не очень берегут, реально. Это же никому не секрет, да? Что это за технологии? Технологии денег. Технологии денег. Как было сделано, скажем, во времена Хусейна, что они сделали? Было несколько человек, которые командовали вооруженными силами в Ираке. Ну, со стороны Хусейна, в том числе знаменитой Хусейновской гвардии, которая на самом деле очень боеспособное подразделение. Было. Что они сделали? Четыре из посредников Центрального разведоуправления предлагало сотни миллионов долларов, что час икс, вы просто не делаете ничего. И мы вам гарантируем безопасность, вам и вашим семьям, или вы в любом случае будете осуждены каким-то непонятным трибуналом, который сейчас создают один за другим, так же, как, скажем, Милошевич, там, ГАГский трибунал, который по моему глубокому убеждению вообще не имеет никакой международной легитимности, да? Эти люди подумали, им предлагают 100 миллионов, например, и жизнь новую, или война, и надо воевать. А какой будет выход войны с Америкой, черт его знает. Хорошо. И они, вот этот час икс, просто так и ничего не сделали. И поэтому американцы так легко взяли эту страну. Хотя это никто не верил, что можно такое убить, а оказывается запросто. Когда, когда шла оранжевая революция, оранжевая революция, ежедневно... В Украине. Да, в Украине, конечно. Ежедневно, ежедневно, это фактически доказанные факты, через подамериканские структуры, разного рода фонды и так далее, там создаются тысячи всяких структур, начиная... В основном, всякого рода исследовательские фонды, и так далее, которые работают системой грантов, и все остальное, и все прочее, да? Выдавались сотни, тысячи, миллионы долларов для того, чтобы существовал этот Майдан, существовал, соответственно, этот, ну, там, скажем так, палачный гордок и так далее. Но, есть еще один интересный факт. Один человек из Литовской республики, я могу ошибиться должностный, но он, мне кажется, был офицером по безопасности в Литовском консульстве Могилёв в Белоруссии. Он один солнечный день, все-таки наверняка человек из совести проснулся, и он начал рассматривать схему, как идут деньги для свержения режима Лукашенко, как считают американцы, да, и дестабилизации ситуации в Белоруссии. Значит, деньги приходили в Литву, конкретно в Вильнюс, с Америки, да? Там они обналичивались, и чемуданами, через границу, а, возможно, я думаю, что, скорее всего, используя дипломатическое прикрытие, завозились и выдавались наличными, так называемой, оппозициями в Белоруссии. Вы знаете, о каких сумках там идет речь? О каких? О сотнях миллионов долларов за последние 10 лет. Но этот человек, который это все начал расследовать, один солнечный день, вроде пьяный, вроде трезвый, выпал с гостинец окна. Он, естественно, разбился на смех. Дальше могу сказать. Есть такой, был, точнее, депутат Литовского парламента, я могу, немножко, возможно, ошибиться в фамилии, но очень известная личность, он пятикратный депутат Литовского парламента, когда-то был министром Литовском правительстве. Вот, мне посчастливилось тоже с ним быть вместе одной из зарубежной командировки. Это умнейший человек, человек совести, и он один из первых, один из первых поднял вопрос о так называемых тюрьмах Центрального разведывательного управления. Одна из таких тюрьм находилась в Литве. Об этом не знал никто в парламенте, об этом знали только спецслужбы и, возможно, какое-то ограниченное лицо, круг политиков литовских. Он этот вопрос поднял на международном уровне. Потому что, потому что есть один человек из Палестины, который, кстати, подал иск по отношению к литовскому государству запитки, которым он был подвернут. Он оправдан по всем статьям он никакой не террорист и так далее. Этот человек, этот человек после того, как еще эту проблему от тюрьма к ЦРУ, но в контексте, если, скажем, какое-то из постсоветских государств вступит в НАТО, то надо будет заниматься и такими грязными делами, умер минуту до радиоэфира. Просто умер. А что сказали эксперты? Причину смерти назвали? Это совпадение? Причина смерти у нас, как всегда, там, я думаю, сердечно-сосудочное заболевание. Ну, естественно, что же другое-то может быть? Хорошо, на ваш взгляд, какие шаги сейчас США предпринимают и предпринимают ли в России? Чего они хотят там? Я думаю, как мы все видим сразу две вещи, которые бросаются в глаза первой очереди. Значит, это так называемое дело Магницкого, закон Магницкого, да? То есть, чем реально занимался Магницкий, да? Он деньги отмывал просто. Ворованные деньги российских чиновников. Видишь? С другой стороны, есть мнение, что Магницкий как раз-таки разоблачал коррупционную схему. Знаете, есть мнение, есть мнение, что мы очень великая держава в Латвии, да? Такое мнение тоже существует. Реальная ситуация, сколько я знаю, из источников России, скажем так, мне там много знакомых людей, Магницкий отмывал деньги, ворованные деньги российских ищих чиновников. Чем это было в Виган-Америке? Во-первых, деньги хранились в Америке. Во-вторых, этот чиновник находился на крючок, естественно, и было... Все были довольны, понимаете? И плюс еще, американская компания, которая там работала, имела свой процент, или, как говорят, профит от этого суда. Ну, в конечном результате, при непонятных обстоятельствах, этот Магницкий умер, но посмотрите, как это все раскручено. Дело смерти просто одного человека. У нас что, или в России, никто не повисался, никто не умер, какой-то смерти, естественно, изолятора, это больше, чем надо. Но как можно крутить одну вещь, да? Потом... Но бывают резонансные дела, бывают в Латвии, бывают в России. Да, естественно, потому что, потому что Соединенные Штаты Америки потеряли очень важнейший источник информации, естественно. Это вот дело Магницкого, да? Потом, соответственно, есть так называемые марши несогласных и все остальное, и все прочее, это там болотные площади, все, что мы знаем. Это 100%, это я уверен, это на тысячу процентов уверен, там, можно там, сказать, подавать меня в суд, там, возможно, там, ГОСДП или еще что-то из той страны, которая из океана. Это идет пробные шаги, пробные шаги, пробные шаги, это только пока пробные шаги. Как укусить правление Путина? Потому что Путин у них, ну, это такое, ну, это они его гробу видели, американцы, поверьте мне, реально, американский политик. А чем он их раздражает? Чем он их раздражает? Так он не дал разрушить эту страну, которую полупьяный Ельцин фактически уже разрушил. Там осталось, ну, вот правление Ельцина еще два года, два года нормального запоя и нормального правления, и эта страна пошла на куски. Татарстан, Татарстан, сильнейшее сепаратическое движение, Башкорстан, сильнейшее сепаратическое движение, даже Якутия уже и начал говорить о том, что они вообще-то могут создать отдельное государство, да? Владимир Владимирович Путин полностью все это ликвидировал. Ну, как вы думаете, американцам это нравится, нет? Потом, следующий аспект, помните, сколько было разговоров, сколько было споров по поводу соответственно нефтяного провода по Балтийскому морю. То шведы против, то поляки сказали, что они там еще начали пришивать дело к Катыни, что там надо получить компенсацию за Катыни, потом они там возможно согласятся. Ну, то есть, бред полнейший, реально бред, да? Ну, Латвия там, естественно, Эстония сказали, что мы тоже категорически против, вообще надо пустить через нас, и тогда мы будем, как сказать, стричь купоны, не делая ничего, и всем все будет хорошо, только Россия выгодит от чего, да? Но, что сделал Путин? Он договорился с Германией, и они этот провод провели запросто без всяких проблем, потому что, потому что в европейском континенте самое сильнейшее государство, это Федеративная Республика Германии, она сегодня кормит весь континент, фактически, весь континент ей, кстати, должен. И, несмотря на две мировые войны, которых Россия или Российская империя и Советский Союз, это как угодно можно назвать, да, ну, с другой стороны, Германия, это тоже как угодно, там можно назвать, там, Третий Рейк, там, Федеративная, без разницы, да, но Германия и Россия, я их просто называю тогда, это всегда были два самых сильнейших союзника на европейском континенте. И только благодаря им, благодаря им, благодаря им, здесь еще нету стопроцентного влияния Америки. Нет, Балтия, он есть, естественно, но я говорю о таких страны, такие как Польша, например, потому что они тоже, там, американцы, очень сильно работает, но поляки все-таки оглядываются, и на немцев оглядываются, и на Россию оглядываются, и не получается. Вот этот стопроцентный, когда заходишь в казино, ставишь на зеро, и все выиграл, вот американцев пока вот эта схема Европы, в целом, европейском континенте, не получается, и слава Богу. На Ваш взгляд, дальше как будут развиваться события, Америка будет усиливать свое влияние в Европе, или в принципе оно уже достигло предела, и это такой ну не тупик, это точка. В Европе они свое влияние усиливать не будут, потому что они, сколько можно, они уже имеют, скажем так, это... То есть им уже больше не надо? Нет, им надо, им всегда надо, но здесь есть другой вариант. Есть такая страна, которая называется Китайская Народная Республика, с этой страной уже такого рода юмор, как Америка делала вот всякие, я говорю, вот эти все, там Кедровые революции, Тюльпановые, еще непонятно какие там, только помидорные революции, что не хватало, да? Там такие юморы не проходят, там очень сильнейшие вооруженные силы, Китай невероятно развивается технологически, кстати, он по очень многим позициям обогнал Америку технологически, не забудем, что Китай владеет фактически четвертой частью американского внешнего долга, это очень интересная вещь, кстати, они владеют четвертой частью американского внешнего долга, и по оценкам очень признанных экспертов, осталось максимум 10 лет, и Китайская Народная Республика будет государство, вот есть такая интересная вещь, да, в латвичском языке такого нет, а на русском языке есть слова страна, держава, государство, да, самая сильная это держава, это будет самая сильная держава в мире, и не зря, когда сейчас Обаму переизбрали второй раз, Обам сказал, что мы основное внимание, ну, это дипломатический язык, его надо переводить для, скажем так, да, что мы основное влияние будем концентрировать на Тихоокеанском регионе, но это по-другому означает, что, ребята, приоритет Китай, приоритет Китай, ну, естественно, что приоритет Китай, да, потому что они не знают, что делать Китаем, но они точно знают, что они потеряют позицию номер один в мире, и когда было сказано эти слова Обамы, то здесь из наших национал-радикалов, ну, там, всякие, которые у нас там сидят в парламенте, и, ну, хотя в других странах они наверняка в тюрьме сидели, некоторые за свои высказывания, они начали очень сразу заботиться, мне кажется, даже там, кстати, Вейдер еще выступил в Европарламенте, как же это так, то, что, типа, получается, что Америка нас бросает, но я по-другому хотел сказать, ребят, ну, я отработанный материал, пока, вы пока сегодня этой игре не нужны в таком статусе, ну, пока посидите, посидите, ну, хорошо, что, да, хорошо, что вас еще не посадили, не уничтожили, как это они делали на Ближнем Востоке американцы, да, ну, что ж, закончим на этом сегодня нашу программу, время прошло к концу, спасибо вам большое, что пришли, всего доброго, и до свидания. Всего доброго, всего хорошего, до свидания. Вы смотрели вопрос пристрастием, напомню, что у нас в гостях был политолог Эйнер Грауденш, смотрите нас на телеканале Просто ТВ, слушайте на Радио Болтком, а также присоединяйтесь к нашему профилю в социальной сети Facebook. Ну, я с вами прощаюсь, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова